Меня зовут Лера, я заместитель директора компании «Литвый туристик», и сегодня я прилетела для вас в Албанию. Будем смотреть эту замечательную страну вместе, все вам буду рассказывать, комментировать и показывать. Смотрите, пожалуйста, наше видео, ставьте лайки. Друзья, на фоне этого плавающегося моря и заката подходит к концу нашего взаимопутешествия по Албании. Мне очень понравилась эта страна, она запомнилась своим колоритом, своими людьми. Они здесь очень классные, отзывчивые, приветливые. Очень приятно здесь находиться, приятно чувствовать себя здесь девочкой. На самом деле, мне в Албании по-своему понравился свой регион. На севере очень прекрасные пляжи. Да, люди немножко недовольны, что море мутное, но когда вы едете на песчаный пляж, вы должны быть к этому готовы. И вот такие вот, смотрите, как сегодня шторма, бывает абсолютно везде, и на севере, и на юге. Он даже сегодня не закупается, отчаянный. Я вам сейчас покажу высоту, с которой мне сейчас обдало. Просто обдало море. Значит, очень понравилась на севере именно пляжи. Пляжная линия с детками будет просто шикарно, потрясающе. И плюс, море гораздо теплее, особенно если вы едете в начале сезона. Да, многие отели не расположены в центре города. Примерно 12 километров придется ездить в центр. Но здесь есть свои плюсы, абсолютно низшие плюсы, потому что питание в таких поселках достаточно бюджетное. И чем вы дальше продвигаетесь на юг, тем питание дороже. Поэтому есть бонусы в этом регионе, не спрашивайте ни в коем случае в этом счетово. А по серединке мы были... Да что ж такое-то? Меня обдает снова и снова. По серединке мы были в Аблёре. Пейзажи там удивительные, шикарные, потрясающие. Не устает им удивляться. Обязательно, если вы отдыхаете вот в этих двух регионах, обязательно посетите Крую. Тоже чудесные виды, чудесные пейзажи. А еще там город мастеров. И там прекраснейшие цены. Я очень жалею, что там не купила еще больше каких-то сувенирных продукций, не купила недостаточное количество серебряных изделий, потому что я покупала браслет на ручку ребенку и заплатила за него 11 евро. Для серебра высшей пробы это на самом деле круто, причем очень красивые изделия. Есть просто божественные сережки. Да все, что хотите. Подвески. И поверьте, это того стоит. То есть эта страна производитель серебра, поэтому здесь советую его обязательно брать. Дальше у нас было много экскурсий. Я вам их всех перечислять не буду. Хочу обязательно вас попросить, если вы будете нацелены на экскурсии, обязательно посетите Бират. Никогда не пожалеете. Настолько красиво, настолько пейзажно. Это будут лучшие фотографии. Там стоит древний замок. Там находится церковь. Но если не захотите посещать, не посещайте, гуляйте по территории. И поверьте, это уже будет достаточно очень пейзажное место. Саранда просто моя любовь. Я полюбила ее за все. Да, качество пляжей здесь не фантастическое. Очень хорошие пляжи в Ксамиле. Если вы живете в Саранде, то вы можете на автобусике. А автобусики ходят сейчас по расписанию. Через каждые 40 минут. Но в сезон с 15.06 они будут ходить каждые 15 минут. Проезд стоит на человека 100 лек. Это меньше 1 евро. Поэтому купаться можно, ездить в Ксамиль. Здесь, вот видите, какое сегодня волнующееся море. И поэтому здесь немножко неудобный заход. И там дальше точно такие же пляжи. Поэтому заход так себе. Детки здесь купаются. Есть, конечно. Но заходы не фантастические. Ксамиле есть мелкие перецорты и камень. И есть даже кое-где песочек. Поэтому я бы рекомендовала с детками ехать туда, в Ксамиль, там купаться. Про Саранду. В Саранде гораздо в центре города гораздо более лучшие пляжи, чем в пригороде. Потому что мы находимся в пригороде, я даже, если честно, не знаю, сколько километров мы, но около 6. Вот мы ежедневно нахаживаем туда-обратно, в одну сторону до конца и в обратную сторону до отеля около 6 километров. На центральной проходной набережной там есть все. Там есть магазины, рестораны. Там есть сувенирные лапки. В общем, там есть очень много всего. И цены варьируются разные. Абсолютно разные. Я нашла очень классный ресторанчик. Называется Самый ресторан. В переводе как Лето. И там замечательные цены. Нужно будет спрашивать обязательно в комментариях. Я все расскажу. Какие стоимости с кинофотографией и меню. Я их тоже сделала. Супер классно. Очень хороший персонал. Очень нравится. Поэтому этот ресторан я рекомендую. В остальных цены на то же самое меню гораздо выше. Плюс, что мне нравится в центре Саранде, это то, что пляж, как я уже сказала, это достаточно хороший заход. Да, он не такой плавный. Скажу сразу, он совсем не плавный. То есть там какое-то расстояние совсем небольшое. Метров пять, может быть шесть. Идет лазурная вода. А потом уже резко начинается спуск. Но детей на пляже много. Очень много. И им не доставляет дискомфорта. Мы вчера лежали просто на полотенцах на общественном пляже без лежаков, зонтиков. И прекрасно себя чувствовали. Вы знаете, ничего сверх такого нет. В детский момент в Албании в принципе нет пляжных полотенец. Да, многие отели суток в году сделали. Но на пляж лучше свое. В отелях все есть. Все комнаты, комплектующие номеров есть. Но старайтесь лучше на пляж брать с собой полотенчики. Потому что все-таки песчаным полотенцем из номера. Во-первых, они ругаются. Во-вторых, вытираться после камней не очень-то комфортно. Но такой получится скраб достаточно жесткий. Поэтому я вам рекомендую брать именно с собой. В общем, Саранда меня покорила. Я ее полюбила. И я бы с удовольствием сама сюда привезла своего ребенка, свою семью. И я думаю, я так и сделаю в предстоящем сезоне, в его окончании. И обязательно также вам об этом расскажу. Еще раз вам сниму вот это замечательное море. Это красивейший закат. Сегодня ночью мы уезжаем в аэропорт. Поэтому это наш прощальный закат в Албании. И он чудесный. Спасибо вам большое за ваше внимание. Если вам нравится это видео, ставьте пальцы вверх. Буду рада вашим комментариям. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok